Роза. Разные сорта обрезаем по-разному. Обрезать ли розы на зиму? Конечно! Одно из важных условий здоровья и красоты роз – обрезка цветов на зиму. Обрезка в зиму необходима мера для роз. Ваши цветы разрастутся и выпустят бутон навесной. Осенняя обрезка необходима для укрепления самого растения. Процедура обрезки укрепляет растения, повышает их морозостойкость, улучшает воздухообмен кроны. Грамотная обрезка роз перед наступлением холодов закаляет кусты и способствует их пышному цветению в дальнейшем. Еще одна цель обрезки – подготовка растению к укрытию. Обрезанные розы проще укрыть, а значит обеспечить им хорошие условия для перезимовки. Не обрезайте розы в конце лета или ранней осенью. Это приведет к росту новых побегов, которые не смогут вызреть к зиме и погибнут. Обрезка роз зависит от их вида и сорта. Почти все виды современных роз нуждаются в осенней обрезке. Не требуют обрезки только парковые и почвопокровные виды. Их подвергают только санитарные обрезки, удаляя старые поврежденные слабые ветви, а молодые крепкие побеги лишь чуть-чуть укорачивают. Каскадные штамбовые розы в год посадки коротко обрезают, оставляя ветви длиной 15 сантиметров, а потом из года в год значительно укорачивают старые побеги. Обрезка старых веток простимулирует появление новых побегов на будущий год, а также закладку более крупных бутонов. Чайно-гибридные. Обрезку этого вида надо проводить поздней осенью. Преждевременная обрезка может спровоцировать активизацию спящих почек, в результате чего нужно будет проводить повторную обрезку. Обрезают ее на высоту 30-40 сантиметров. Нельзя обрезать чайно-гибридную розу слишком низко, в таком случае она может попросту не выжить. Плетистые сорта. Обрезка побегов заключается только в ликвидации их верхушки. Обрезать надо также их лишние ветви, которые провоцируют загущение куста. Но не стоит обрезать слишком сильно, а то в результате плетистая роза может превратиться в обычный кустарник. Так что обрезайте розы правильно, пусть они радуют вас своей красотой. Если у вас есть сад или огород или вы просто любите комнатные растения, подписывайтесь на наш канал и вы не пропустите новое видео, в котором узнаете много нового и интересного.